Откуда берутся молнии? Казалось бы, детский вопрос, но ответ на него совсем не так прост, как мы привыкли думать. Российские ученые из Института космических исследований взялись за поиски ответа серьезно. Вместе со специалистами из Венгрии они создали микроспутник Чибис, фиксирующий полет электронов в грозовом облаке. И это обещает, между прочим, фундаментальные открытия. Репортаж Ярослава Красиенко. Вы нас видите? Мы видим вас. Вы отлично вас видите. А вас мы не видим. Проблемы со связью между учеными Российского института космических исследований и крупнейшего университета Венгрии временные. Вместе им удалось построить и запустить уникальный спутник. Задача аппарата была очень необычной. Выяснить, откуда берутся молнии. Оказывается, никто этого не знает до сих пор. Дело в том, что электрические поля в облаке, они не такие большие для того, чтобы образовывалась обычная нам известная искра. Но молния как-то происходит. Мы видим разряд, слышим гром. И вот с чего все начинается, мы надеялись как раз прояснить с помощью данных и измерений с этого аппарата. Такие исследования теоретически можно было проводить еще много лет назад. Но технологии, позволяющие устанавливать большое количество приборов не на огромные махины, очень дорогие и сложные в изготовлении, а в миниатюрные аппараты, появились только в последние годы. Микроспутники совершили в науке настоящую революцию. Вот он, маленький, но важный. Всего 40 килограммов, включая детекторы, анализаторы и передатчики. Вторая птица из гнезда Института космических исследований. Первая была Калибри, совсем крошечный спутник. А этот зовется Чибисом. И это он, повелитель молний. Просто Чибис. Его доставили на МКС с помощью грузовика «Прогресс», а уже оттуда выпустили в свободный полет. Вот кадры, снятые с борта станции. Чибис улетает, затем расправляет солнечные панели крылья, разворачивает антенны и начинает передавать информацию. Ее уже ждали в России, Чехии и Венгрии. Поступающая информация обрабатывалась в темпе поступления. Мы сразу получали графики о состоянии космического аппарата, качественную научную информацию. Почти все происходит автоматически. С огромным потоком данных в состоянии справиться всего несколько молодых людей. Здесь работают даже студенты. Молодежи, как и детям, интересно получить результат. Что-то пощупать своими руками. И когда мы запускаем спутники, запускаем, делаем их не по 20 лет, а там буквально в течение нескольких лет, это, конечно, привлекает. Как это часто бывает у исследователей, полет Чибиса принес больше вопросов, чем ответов. К пониманию природы молний ученые приблизились совсем ненамного. Но уже скоро поголовье космических пернатых увеличится. К полету готовят еще два Чибиса с улучшенными способностями. Результатом работы аппаратов станут абсолютно новые знания в области фундаментальной физики. Помимо прочего, они позволяют ученым снизить влияние ГРОС на работу авиации, газопроводов и мобильной связи. Ярослав Красенко, Ярослав Борисов и Виктор Бармин. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok